Приветствую, друзья! На связи с вами Ольга Барабанова. И в этот замечательный солнечный день хочу с вами поговорить по душам, ответить на ваши вопросы относительно инвестиций в интернете, насколько это возможно, реально, либо в интернете всё кидалово, и кто первый, тот и успешный, кто быстрее куда-то вкинул деньги, тот успел оттуда их достать, а все остальные потеряли. Итак, хочу поделиться опытом и своими наблюдениями, так как у меня уже около 8 лет опыта интернет-бизнеса, и я хочу как раз поделиться теми знаниями, благодаря которым я ещё 8 лет назад начала развивать навык инвестирования, и как раз поделиться теми знаниями, которые большинство людей игнорируют, если они даже к ним и поступают. То есть бывают знания к нам поступают, мы их игнорируем, а потом обижаемся сами же на себя, либо зачастую люди обижаются на кого-то, что кто-то им что-то недорассказал, не так передал информацию, хотя очень часто как раз сами люди пренебрегают элементарными, так сказать, правилами техники безопасности. Итак, я хочу вам передать информацию в таком формате, как где 100% вы потеряете свои деньги, нигде вы 100% заработаете, такой информации вы в этом видео не увидите точно, потому что везде, где говорится, ты здесь заработаешь 100%, вы можете быть уверены, что именно здесь вы в первую очередь и потеряете, потому что вот эти 100% гарантии, они как раз рассчитаны на людей, которые ничего не понимают в инвестировании, на тех людей, которые недавно зарегистрировались в интернете, на тех людей, которые недавно зарегистрировались в социальных сетях и думают, что вот этот долгожданный шанс, вот я никогда не выигрывал в лотереи, и вот мне же нужно было зарегистрироваться в одноклассниках, для того, чтобы увидеть, что вот тут-то мое счастье, вот тут-то я 100% заработаю. И как раз вот эти, как говорится, обманутые вкладчики потом плачут крокодилями, слезами, потому что их обманули. Первое, где вы 100% потеряете деньги, это там, где вам дают 100% гарантию, что вы здесь 100% заработаете. Ну, это так. Знаете, у меня есть замечательная подруга, которая как-то приехала в поисках работы к нам в Харьков. Как она говорит, ну, здесь же много возможностей, здесь большой город. И когда она принесла мне, вернее, на себе принесла газету с объявлениями и вдохновлённой начала эти объявления обзванивать, то я вот просто смотрю на эти объявления, и я понимаю, что, ну, каждое объявление, оно с подвохом. Я понимаю, где идёт предложение сетевого бизнеса, где это предложение завуалировано, где это требуются расклещики объявлений, хотя это всё завуалировано. И ты вот, я смотрю на это невооружённым глазом, и я понимаю, что это так. И когда я начала говорить, ну, смотри, это неправда, это неправда, и она смотрит на этот лист. Один, второй, третий говорит, ну что, столько много обмана, может быть, ну не может уже быть, это всё неправда. И вот людям не верится, что все вот эти предложения яркие, красочные, что можно много заработать, ну что, это действительно всё обман? Да, ребята, это всё обман. И пока вы будете в него верить, пока вы будете на него соглашаться, так, как говорится, вестись, ну да, вы будете от этого страдать. Пока вы будете верить в бесплатную раздачу слонов, да, вы будете терять деньги. Пока вы будете верить в то, что зарегистрируйся и получи бонус себе 100 долларов на счёт, да, вы будете терять деньги. Потому что для того, чтобы эти 100 долларов получить, вам нужно будет 10 долларов заплатить. слышали такие истории или может быть сами попадали на такое и в таких ситуациях я вот смотрю тем же самым мне невооруженным глазом видно что большинство людей потеряют там деньги там выиграют только те которые быстренько себе пригласят последователей рефералов успеют так сказать заработать а все остальные которые просто скинутся по 10 долларов это будет в копилку основателю этому этой прекрасной либо понятно что ужасной финансовой пирамиды поэтому вот где вы гарантированно в интернете потеряете деньги там где вам гарантированно дают гарантию что вы там сто процентов заработать там где вам обещают подарок за то что вы зарегистрируетесь вы зарегистрируетесь и получите себе бесплатно деньги на счет то есть эти проекты они ориентированы на то чтобы вы зарегистрировались сделали какой-то Небольшой платеж с небольшим платежом, согласитесь, всегда легче расстаться. И люди думают, ну ладно, ничего не потеряю. Таким образом, большое количество людей сбрасываются небольшими суммами. И после чего никаких выплат, соответственно, также не поступает. Дальше, где вы гарантированно также потеряете свои деньги. Там, где идет бесплатная раздача, где обещают подарки, где дают гарантии. И, конечно же, там, где вам дают большой процент. То есть многие люди думают, вот быстрее бы зарегистрироваться и побыстрее бы вернуть свои деньги. Тем самым образом, человек регистрируется, ищет такие проекты, в которых за месяц можно вернуть свои деньги, за два месяца вернуть свои деньги. Ищет максимально большой процент, чтобы свои деньги вернуть. Но по факту, что получается? По факту, я встречаю много людей, которые говорят, ну вот, этот проект пусть бы он проработал хоть бы на один день позже. Пусть бы он проработал еще чуть-чуть больше. Я вот как раз, как раз я не успел вывести свои деньги. Потому что этот проект, он и был рассчитан на то, чтобы там заработали. Только первые, которые быстро зарегистрировались, быстро успели вывести свои деньги, рассказали всем вокруг, что этот проект платит. И пусть смотрите, какой у меня тут друг прилетел. Рассказали всем вокруг, чтобы новость о том, что этот проект платит, разлетелась по всей округе. И после этого, конечно, большинство людей там именно деньги теряют. Поэтому там, где вам дают большой процент, фиксированный процент, гарантированный большой процент, можете, конечно, попробовать, но мои наблюдения и мой уже, так сказать, многолетний, несколько летний опыт говорит о том, что здесь как раз вы гарантированно деньги и будете терять. Где мы можем с вами минимизировать риски? Почему я не говорю, где мы с вами можем заработать? Потому что риски есть везде. И это осознание, с которым вы должны согласиться, с которым вы должны понять. И если вы с этим не согласны, то инвестиции это не ваше. Единственная гарантия, которую мы можем гарантировать друг другу, это то, что у каждого жизнь имеет свой финал. Вот это единственная гарантия. Всё остальное может завтра прекратиться. Могут случиться какие-то непредвиденные обстоятельства. Может произойти так, как никто и не планировал. Всё шло прекрасно, но что-то пошло не так, как говорится. Следующий важный момент, это когда вы осознанно принимаете решение инвестиции в то направление, которое вам нравится. Которое вас вдохновляет, в котором вы видите перспективу. Которое по каким-то критериям, которые для вас актуальны, вам нравится это направление. Не потому, что все побежали и вы туда же. В таком случае вероятность потери денег, она очень велика. Если вы выбираете направление, в котором вы сами видите перспективу, которая вам нравится, откликается и по внутренним ощущениям, это, скорее всего, будет инвестиция правильно. Следующее, на что я обращаю внимание, это выбор команды. Это выбор команды, с которой я собираюсь работать, это выбор команды, которая развивается в том направлении, которое мне нравится. Это выбор, если мы говорим о компании, в которую мы инвестируем, то это обязательно анализ основателей этой компании. То есть, что за люди, с которыми вы собираетесь работать, что за люди, которые основали то направление, в которое вы инвестируете. Это очень важно. Потому что я вижу людей, которые инвестируют, не обращая внимания, игнорируя вот этот человеческий фактор. Но чаще всего как раз в бизнесе и в инвестициях человеческий фактор играет очень значимую роль. Поэтому его тоже я бы вам советовала учитывать. Как, на мой взгляд, правильнее принимать решения? Это обязательно должно быть решение принято не в спешке и без страха. Без страха того, что вы откуда-то убегаете. Вы боитесь что-то потерять. Вы боитесь потерять людей. Вы боитесь потерять деньги. Вы боитесь еще что-то потерять. Потому что в страхе вы не можете принять действительно правильное решение. Когда-то в моей жизни случилась ситуация, когда бизнес, которому я посвятила определенное время, определенный отрезок времени, он пришел к своему, как мне казалось, нелогическому завершению. Но, в принципе, это не важно. И в тот момент один хороший человек меня пригласил развивать бизнес. И так как у меня в тот момент у меня абсолютно не было денег, мне негде было жить. Ну, в общем, не особо веселая ситуация, совсем грустная была. Я не выбрала направление, в котором я хочу развиваться, потому что мне понравилось направление. Я выбрала направление, потому что мне срочно нужно было принять это решение. И ничего хорошего из этого не получилось. Но уже буквально через короткий период времени я увидела то направление, которое мне действительно понравилось. Это было направление, которое я выбрала. Вот я пошла туда, потому что я хотела туда. И в этом направлении я заработала тогда свои первые сотни, а впоследствии и тысячи долларов, потому что я не откуда-то убежала, а я именно прибежала туда, куда я хотела. Знания, которые мне помогли проходить через взлеты и падения, это знания правильного управления и распределения своих финансов. Что это значит? Это значит, что инвестировать нужно начинать не тогда, когда вы уже разбогатели, не тогда, когда у вас уже есть миллионы. Поверьте, если вы не научитесь распределять свой 1 доллар, 10 долларов, 100 долларов, у вас, во-первых, вряд ли появятся миллион и 100 миллионов долларов, а если и появятся, знаете, есть информация о том, что большинство людей, которые выиграли в лотерею миллион, они после этого миллиона, во-первых, они его быстро спускают и оказываются в еще большей долговой яме, в еще худшем финансовом состоянии, чем они были до этого выигрыша. Потому что у них не изменилось мышление, они не приняли законы управления денег. Так вот, какие знания мне помогли проходить взлеты и падения? Это грамотное распределение финансов, начиная с небольших сумм. С любой суммы, с любого входящего потока, который к вам приходит, я бы вам рекомендовала прийти к тому, чтобы 10% выделять, в первую очередь их откладывать на инвестиции. То есть, пришло к вам 100 долларов, 10 долларов, даже если вам нужно заплатить 110 долларов для того, чтобы раздать долги, 10 долларов я бы вам рекомендовала откладывать на инвестиции. Это привычка инвестиций, а впоследствии это навык инвестиций. Даже когда у меня было совсем-совсем-совсем все плохо с финансами, я понимала, что за любое развитие нужно платить, и, соответственно, мне нужно было откуда-то брать деньги. Следующая привычка – это 10% откладывать на развитие, для того, чтобы у вас были деньги, когда вы видите, что какой-то тренинг будет происходить, чтобы вам было откуда эти деньги взять. 10% я откладывала всегда и отдавала на благотворительность. Это тоже такой закон, который привлекает еще больше денег в вашу жизнь. Я сейчас не буду давать более подробно, куда еще, как там распределять, но вот важно выработать у себя привычку от 1%, 2%, 3%, но прийти как минимум к 10%, 10% от своего любого входящего потока откладывать на инвестицию. И так вы можете уже в сегодняшний момент начать с небольших инвестиций, прикупить себе какую-то криптовалюту, проинвестировать, купить себе там тот же биткоин, начать с небольшой суммы денег. Поэтому я вам очень советую именно вот эти знания применить, для того, чтобы со временем вы могли располагать большими суммами, которые, соответственно, уже сможете правильно распределять, выбирать качественно, осознанно себе, то ли это оффлайн направление, то ли это бизнес, либо инвестиция в интернет. Давайте подведем итог. В каких ситуациях мы, скорее всего, теряем деньги в интернете? И в каких ситуациях мы минимизируем риски своих потерь? Во-первых, когда мы ожидаем сверхприбыли? Не нужно ожидать сверхсрочных прибыли, сверхвысоких прибыли, потому что, скорее всего, таким образом вы сами себя загоняете в ловушку. Осознанно подходить к выбору команды, осознанно выходить к выбору направления инвестиций. Не стоит ждать, что вы сегодня проинвестировали, а завтра вы должны ожидать уже больших процентов. Это то же самое, что сегодня вы посадите картошку, а завтра вы пойдете ее выкапывать. Или некоторые люди вообще думают, что ничего не нужно сажать, а просто завтра можно прийти на поле и выкопать картошку. Ну, соответственно, такие люди часто бегают по различным пирамидкам, по различным играм, собирают какие-то несуществующие монетки и потом, соответственно, делают выводы, что все в интернете обман. На самом деле, интернет дает такие же возможности, как и офлайн. Вы можете найти какой-нибудь стартап, который не имеет отношения к интернету, проинвестировать бездумно туда и потерять все свои деньги. Также вы можете прийти в интернет и проинвестировать туда все, что у вас было дома спрятано под подушкой и потерять все свои деньги. Кстати, по поводу всех денег. Инвестировать нужно только ту сумму, которая для вас не является критически важной, потому что это будет то же самое, что вы инвестируете в страхи. Вы сегодня подумали, что вы инвестируете на эмоциях все свои деньги, потому что вы уверены, что вы быстро эти деньги вернете, что вы очень уверены в этом направлении. Но всегда бывают форс-мажоры. Либо вам лично могут деньги понадобиться быстрее, чем вы сможете их вернуть. И что-то действительно может случиться с источником, на который вы рассчитывали. Итак, подводя итог, я вам желаю не поддаваться на слишком сладкие предложения. Я вам очень рекомендую отходить к решению осознанно, выбирать направление, которое действительно вас вдохновляет, в котором вы видите перспективу, анализировать независимые источники информации по поводу этого направления. На связи с вами была Ольга Барабанова. Если есть какие-то вопросы, пишите их в комментариях, подписывайтесь на канал. И если видео вам было полезно, ставьте лайк. Пока-пока, до скорой встречи.